Ага, а что ты залез сюда? А что ты залез на стол? Кто тебя приглашал? Ага, шкрак. Шкрак ты черный. А? Кто тебя приглашал? Грамотей. Так, ребята, старался вообще. Заранее нельзя было приготовить, пишут. Ну, я не мог заранее приготовить. Я тебя готовил в тот день, чтобы было свежее. Что, пюре заранее готовить? Пюре на обороте. Что я буду? Как дурачок это в одеялко кутать, под кровать. Я свежее. Мы 15 минут поболтали, и пюре было готово. Самвельчик приглашает в гости, чтобы повосхищались его квартирой. Ну, вы реально так думаете. Мне по барабану кто что думает о моей квартире. Я в ней живу, я делаю ее для себя. Сева из Дмитровки выехала, Дмитровка из Севы нет. На Игоря хочется надеть шелковый халат и дать руки трубку. Образ барина или пана готов. Леша подошел бы фраг, трость и цилиндр. Такой образ лондонского дэнни. А ты самолгом на кусок, понимаете. Дмитровка с тебя бы не выехала. Да, Игорь как бы должен жить в таком стиле. Ну, как надо было жить в таком стиле. Внутри я специально положила сверху презервативы, чтобы Леша понимал, что у них все серьезно. Во-первых, там не было презерватива. Просто, когда тут презервативы все перемешивают. Я пошутил. Там выпали совсем, там и близко даже формы на презервативы не было похоже. Где вы их там увидели? Я не понимаю людей. Вот это гости. А другие, которые не артисты, получается, не гости. Их можно оскорблять. Кто на что учился. Может, другие с душой золотой подходят человеку, и ему с ним интересно и весело. СМЛ блогер. Ему нужны разные встречи. Ему нужен контент. Пусть Леша приглашает, или Игорь Борисович приглашает, чтобы вас порадовать. СМЛ будет не против, и время найдет. А сливочного масла я не добавил картошкой. Потому что сливки есть. Что смысла нет сливочного масла. Сева смешной. Кто бы говорил про пекинесов? Анекдот Баян про семью Адамянов. Семья Лилипутов. Отец 150 см роста. Мать 140 см. Сын 130 см. Так вот, приводит как-то сын домой свою невесту. У нее рост метр двадцать. Отец смотрит так внимательно на нее и говорит, сынок, ты бы подумал еще, не торопился бы жениться. А то мы так и до мышей-то трахаемся. Я могу сказать, у нас в семье отец, мать, трое детей. Я самый высокий. Фу, постоянно лижет пальцы, постоянно этим же руками гостям еду подает. Мерзость. Так он закрыл крышку унитаза, не помыл руки, сразу пошел фрукты вазы показывать гостям. У меня унитаз, ребята, с него можно будет пить крышку. Унитаз зашел, я на крышке сру, сижу, часу. Какие-то странные люди, честно говоря. Все же заметят. Знаете, ничего страшного, что не успел накрыть стол в ресторане тоже. А что вы хотели? Что пришли люди, а я сразу, о, садитесь. Они что, с голодного края пришли, чей они 30 дней не ели. Вы какие-то одержимые. Ну, пришли гости, ну, пообщаться, посмотреть. Что-то вместе собрали на стол, сели есть. Я должен что, блядь, вот так все свечи должны стоять, гореть. Уже все должно вот прямо так рассчитать. Жопа умыли, все, вот в тарелочках только сели и тут же есть. Ничего не меняется у тебя со мной. Хоть пышься, хоть тушься. Ты представил очередную свою постанову. И гостеприимство твое наигранное. Представить нет особого труда, как ты заколебал Игоря с Лешей, чтобы они нанесли тебе светский визит. Конечно, если бы не камера, то можно было бы обмануться и поверить твою искренность коллегам. Вот женщина пишет, Елена Новикова. Елена Новикова, вы просто дрянь, понимаете? Вы просто дрянь, которая вот такое пишет. Почему наигранное? Почему ты считаешь, что я заколебал Игоря с Лешей, заставлял их прийти? Да я только сказал, когда вы придете, с радостью, в любой день. И сразу же договорились на ближайшее число. Скажу, послезавтра прийти, послезавтра придут. Если бы мне надо было это делать для контента, это было бы гораздо чаще. Бессовестно это и все. Мразь. В дуб головой, правильно вам ответили. В дуб головой. Как же Самуэл похож на Борю Моисеева? Как свиня на коня, честно говоря. Вообще правильно, вообще нет никакого солнца. Ну да, совсем похож кавычкам. Господи, идиотки. Блендером надо взбивать. Так, ребята, насчет пюре. Никогда от миксера не будет клейстер выделяться из картофеля. Хоть миксером взбивайте, хоть венчиком, как я, ничего не будет. По гружным блендером будет клейстер. Запомните, раз и на свет. Ойка и джиманичит, как будто престарелая балерина на пенсии. Встречает потенциального любовника. Гости пришли посидеть, отдохнуть, отдохнуть, отдохнуть. Расслабиться. Тут все под камерой. Но никакой тут отдых. Хозяин бегает, как сумасшедший. С ложкой мешает картошку. Стол должен был уже накрыть был. Стол должен уже накрыть, быть, если ты ждал гостей. Все, как всегда, через жопу на косяк. Чего должен был накрыть стол? Чего он должен был стоять накрытым? Чего? Мясо должно остывать, стоять или как? У меня все горячее, все дымилось, все подал. Нормально, люди сери, теплое есть. Как накрыть стол? Что? Тарелки, стаканы стоять? Или что? Все должно стоять. Какие есть правила? Что? Никто ничего не должен был. Гости у меня были с часу до шести, чи до семи. А сняло 20-30 минут. С камерой бегает постоянно. Непредусмотренная квартира для гостей. Даже прилечь негде. Не каждому приятно лежать на столетней сопе, но не каждому я разрешу там лежать. Да, вообще-то гости там не живут, чтобы для них все придут именно какие-то странные. Все-таки можно было купить большой диван, подходящий к интерьеру квартиры. Но вы в своей квартире, небольшой, будете планировать место для гостей. А я планирую место для себя. А Игорю действительно идет эта квартира. Хвастун. Ну где я хвастался? Да, ты же вроде отписалась, что приперлась опять. Он пишет вот тебе зрители. Вот зачем человеку деньги мог заказать любую еду и достойно с мужиками отдохнули бы. Да, Дмитровка. Ну я не знаю, как вам, что вам ответить. Я люблю, когда если приходят гости, шипят своими руками готовят. Вот я пошел, купил шубу, она никакая. Вот то, что я шубу готовлю, и вот та, что в лесу, ну никакая. Можно было заказать, да. Можно было и гостей не знать, просто в ресторан сходить. Снять шикарный номер в отеле, там слух нанять. А мне хотелось именно самому своими руками приготовить. Я не часто свободный, чтобы встречать гостей. Не часто. У меня сейчас, слава богу, неделя более-менее разрушенная, поэтому пришли в осень. Все остальное время вы видели, что из театра не вылазил. Встретить гостей это надо целый день. Целый день надо посвятить. С утра до вечера. Продукты купить, то купить, занести, поднести, разобрать. Обработать все, приготовить. Время провести. И не сдохнуть самому, понимаете. Не упасть, чтобы потом не рады вы уже все. Вот. Нормальный человек пишет. Какой же самое гостеприимное? Ребята, Игорь, все-таки классные, интеллигентные. Видео получилось душевное. Квартира у самого прекрасная. Все на высоте получилось. И на столе. Очень вкусно по-домашнему. Мне понравилось все. Хотя представляю, какие гадости будут в комментах. Это мнение человека обычно. Одно и то самое видео. Очень приятно видеть. Ничего мужского в хозяине же манится. Смотреть противно. Мне же не виноват, что я более женственный, чем ты. Мужичка. Ольга Перепелкина. Ревнуешься? Завыдуешь? Да? Ну, завыду. Ты коротенький, как пекинесик. Сказал длинненький, как такс. Самел кот на столе. Это нонсенс. Тем более, когда гости уже пришли, что они подумают. Боже мой, что же подумают гости. А когда я к Игорю прихожу, а там птицы над головой летают. И на столе, и в квартире, и под столом, и где хочешь. 150 штук. Ничего страшного. У Илёши есть животные, у Игоря есть животные. Нормально относятся к этому. Кот на столе не сидел. Он до этого на столе был, потому что он... Самое главное, когда к тебе приходят гости, и ты можешь быть самим собой. Это именно те друзья, которые знают рука к облупленного и принимают таким, какой есть. А что меня принимать таким, какой есть? Какой я есть? И я их принимаю такими, какие они есть. Что значит меня принимают? Все меня, блядь, отторгают. Для всех я кусок говна. Я кусок говна только для вас, зрителей. Для всех остальных людей, с которыми я живу, общаюсь, знаком. Когда-то общался. Нормальный человек. За исключением некоторых блогеров, которые встретятся с тобой, потом снимают 150 серий. Обсирают. Показывают себя. Ничтожество окружило себя антиквариатом и профессорской квартирой в центре, где жила интеллигенция. Профессорская квартира в центре была абсолютно не профессорская. Была убитая, засратая квартира. Никакая там профессорша не жила. Хвастается перед друзьями и показывает свое добро. Потому что больше нечем гордиться, мерзкий сявка. Тебе люди ответили тут же за меня. Я с друзьями, с ними же работаю в одном театре. Тоже им получается нечем гордиться. Показывает свое. Я вообще не показывал, не хвастался. Просто Леша посмотрел, ой, где статуэт, говорю, посмотри вот тут. Начинаю было как-то, ну, видео запомнить, что-то сказать как-то. Я вообще по барабану, кто что думает о моей квартире. За 10 минут до прихода гостей, это должно быть все готово. Чтобы в осени, это там и что? Должно быть, да не обязан. Ну, у вас должно, вы накрываете хоть за час, правильно? Это у хозяйки так должно быть, а он живет один без жены. Аристократ и дегенерал. Полная бескусица. Сколько можно хвастаться своими лепиздерной квартирой, своими картинами? Чего я хвастался? Игорь говорит, вот эта картина красивая. Игорь говорит, вот эта картина красивая. Так люди, ну, что-то они какие-то картины не видели. Чего я хвастался? Я говорю, ой, а вот это, смотри, какая, вот. Чего хвастаться? Чего вы так воспринимаете? Я нормально просто показал квартиру. Чего хвастаться? Чего вы считаете, что я хвастаюсь? Зачем мне хвастаться? Я живу для себя. Ценители, настоящие ценители. Ты еще не видел, как живут настоящие ценители искусства, их собрания и произведения искусства. Ой, боюсь, что вы бы туда посмотрели. Он-то своим хвастается, а ты чужими картинами до квартиры, да. Вот именно, я своей хвастаюсь, какая бы не была, какие бы не были картины, а не мои, да. А ты хвастаешься чужими, ты не видел. Я уже не видел. А мы же и видел. Но я живу в своей квартире. И хоть какая-никакая, какие-никакие картины. И нормальные картины. Вот именно, я своей, если хвастаюсь, а ты чужой. Так Лувр, скажи, чтобы я как в Лувре жил. Это вы не видели, он языки научился. И был в квартире, и не только у нее, когда жил. Вот именно. Идея только не был. Хвастает и хвастает. Господи, Боже мой, какой-то ужас. Спасибо, вот зрительница. Человек широкой душой, встречает гостей с распёртыми руками, чистым сердцем. Всё красиво, всё шикарно, стол изумительный, посуда шикарная. Уважение щедрое души и своими руками приготовленное. Квартира рог изобилия. Вот видите, какие вы разные. А я один. Ох уж, петушок, петушок хвастливый. Ах, слюнка от удовольствия течёт, не успевает глотать. Успокойся, а то поперхнёшься. А я отвечаю, а почему не хвастаться? Ему не родители наблюдические всё дали. Сам заработал всё, что имеется своим умом и трудом досталось. Можно и похвастаться. Она отвечает, перед кем? Перед тобой, пиздой тупой. Чи не гости, публика, чмирей, шакала, у которых грамма нет мужского достоинства? Заметь, те пришли не с пустыми руками. Я написал, и ушли не с пустыми. Всё, что я наготовил, всё отдал. Соль от пюре в конце. Я так и делал. Посолил картошку сначала, а потом в конце досадил. Самое вот это, друзья, в настоящей числе искренне, без всяких подвохов. А ты гостеприимный и добрый. Такая тёплая атмосфера, спокойная обстановка. Ребята, молодцы. Давненько мы их у тебя не встречали. Мой муж, когда слышит трансляции, то всякий раз спрашивает. Он действительно артист оперы. Ты слышала, как он поёт о спектакле, видела? Ты своему мужу покажи. Тоже он каждый раз спрашивает. Один раз ему покажи, не будет лишний раз языком болтать. Как у тебя всё наиграно, пока звучит человек с двумя лицами? Янус, но скорее всего, анус. Вот вы женщина, Людмила Давыдова. Вы не женщина, вы уродка. Вам мой ответ. Нас женщиной назвать нельзя. Я, кстати, киноту очень люблю. Видите, хорошо, что я не положил, потому что я знал, что может быть такое. Кто-то в комментарии почистил одни сладенькие голубые сопли, аж тошнит. Это почищенные комментарии, по-твоему, дорогой? Тошнит от высеров ваших гадких, от злобы, неуместных советов и указания. Хорошие, добрые комментарии, это сопли. Ведь показывают одно, но видят все по-разному. В зависимости от того, чем наполнены. Одни добром, другие говном. Вот, которые вылазят в их высказываниях. Вот, абсолютно я согласен с этим мнением. Что смотрят и комментируют то, что наполнено у человека внутри. Если говно, то оно говной пишет. Если оно лицемерное, оно и видит лицемерие. Понимаете? Если оно не искренне, оно и видит неискреннее. Вот вам человек ответил, что тошнит от вас. Бессовестно. Полчаса видео, а стол так и не накрыт для гостей. Для гостей можно было что-то праздничное приготовить. Пюре с курицей. Банально как-то. На закуску сделал пюре с курицей. Салат купил, вино. Сладкий стол там, ребята. Фрукты купил. Все. Что надо. Ждал гостей, ничего не приготовил. Салат спасибо. Это лучшие люди в твоем окружении. Я лучший в их окружении. Да, это правильная ответ. Игорь все моложе и моложе с каждым днем. Молодец. Я говорю, да, уже на 10 лет выглядит. Ну, спасибо. Игорь хорошо выглядит. Сева хорошо ухаживает за друзьями. Гости толкутся. Гости толкутся, не знают, что сказать, как не в своей тарелке. Думают, что мы тут делаем, и когда все это закончится. Боже мой. Правильно толкутся, потому что негде места, чтобы присесть. Это не квартира, мини-сельский музейчик. Навалено все без вкуса, все в кучу. Примитивный сяпка, все никак своим помоечным барахлом не нахвалится. После американских жмуриков чашки блюдца достались на халяву. Жизнь удалась. Самвел, ты молодец. Квартира шикарная, мебель, посуда, картины, гостеприимный хозяин. Ну, видите, как по-разному люди реагируют. Приятная компания. Что не говорите, Самвел молодец. Прислушивается к комментариям зрителей. Нет, у меня свое в голове, я не прислушиваюсь. А Дашу тогда. В пюре буду добавлять горячие сливки и молоко. Спасибо. Мы, например, не способны так себя увидеть со стороны у блогеров, в отличие от нас, есть и поддержка зрителя, и мотивации исправлять свои ошибки. Опять же, Самвел ведет канал о себе, о людях и о отношениях. Если бы мы завели канал, и, наверное, были бы скучны. Самвел, ты надеянный друг. Спасибо. Цекаво, для чего презервативы? Щоб мыть ли детину сработать? Я говорю, там их не было. А у нее спрашивают, единственное, что зацепило, да? Ума, как у червя. Да, она, как услышала, про них ни о чем больше думать не смогла, да и нечем. Правильно. Услышали? Тут, я просто пошутил, это тут все перемешкаю. Лекарства, презервативы? Ну, такое-то. У меня вообще нет презерватива в квартире. Зачем они не надо? Отличное видео, а то старушки надоели. Самвел, убери ты Гурченко, зачем она тебе в спальне? Ну, мне она нравится, это моя любимая артистка кино советского. Почему должен ее убрать? Мне она нравится, ее книга, мне приятно. Мне ее подарил очень хороший человек, Денис Владивостоков, которого я люблю и обожаю. Поэтому она у меня стоит. Как он хотел макнуть, что он богатый, а вы не читай ему, кружите меня, где вы такое увидели? Я старался с утра, все это тащил, те же, блядь, в магазин, там не было помидоров, тех, которые у меня красные, розовые, мне не подходят, то маленькие, думаю, возьму помидоры, хочу именно эту курицу приготовить, носился тут, 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 тут курицу, там то купил, там то, заехал, быстренько забежал, тебе помидоры купил, вино купил, притащил все это на пятый этаж, это курица с перьями была, пока ее, блин, общипал, обработал, разделал, вымыл, выполоскал все. Она пишет, как он хотел макнуть, что он богатый, а вы не читай его, кружите меня, кружите, гости хотят есть, сесть за стол, а нас шеф-повар не знает, как приготовить картошку и что надо так класть. Ребята голодные, а он показывает свою горку, че выдало. Это бред какой-то. Какая же грязь. Он написал конченную. Игоря Пенгенесом обозвал, прибавил, что ножки у него коротенькие, а затем опомнился и назвал его барином, как бы извинившись. Дай бог терпения выдержки его друзьям, а его бывшим женщинам видео этого и не хватало. Это шутки, господи, какие вы тяжелые, какие вы душные, порой, боже мой. Ничего не хочется вам снимать, кроме мамы, излить вас и дразнить. Вот и все. Поэтому не спрашивайте, что нет того, нет сего, то есть. Просто нет желания, честно. Вот такое говно начитаешься от вас, дурочек. И хочется только дразнить вас. Пересоленное пюре, ужас. Кажется, так и получилось. Как кажется. Леша сказал, недосоленное, я досолил. Обычу. Красивое видео, интерьер, все со вкусом, приятные люди, общение, все замечательно, очень понравились картины, статуэтки, мебель, все красиво. А главное, рядом искренне надежные друзья. Мира вам над головой, здоровья и счастья вам. Вот, спасибо большое, написала Майя. Пену надо собирать, я собирал пену с картошки. А что, гости так рано пришли, ничего еще не готовы. Он же их позвал, чтобы развалиться. Где я развалился? А работник культуры из высшего общества думает, раз денег много. Один не учится, толку ноль, а этот просто сорит деньгами. Он думает, что его уважают, а не тупо ржут над ним, клоун. Кто? Леша с Игорем ржут? Почему не открываешь столу консервации, огурчики, на игре не все. А зачем ставить на стол недопитое вино? Сам его допивай. Он тебя не спросил, что мне ставить. Ставлю лайк за Игоря Алексея. Ты самый лучший с кем общаться. Это люди искусства, Коля лох. Господи, а ты кто? Ты человек искусства, тогда ты тоже лох. Если ты не человек искусства, то ты лох получается. Пипец. Картошку классно взбивать миксером. Да, все верно. Клейстер получится, а бой нет. Клейстер получается от погружного блендера. Запомните. Это раз и на седа. Не любит он твоих коллег. Вот Леша, Коля пришел, я потом видео еще одно выставлю. И они так вообще стали с Игорем о том, о сём. Так они говорили, наверное, час. Но уже было поздно, надо было иметь. И Леша, этот Игорь, что ты раньше, Коля, они пришли. Очень интересно они общаются, и просто Коля был в магазинах где-то ходил. Вы очень хороший друг, встречаете гостей, шикарно. Друзья, видно, что вас очень уважают. Очень теплая атмосфера, супер. Ну и что шикарно в этом приеме? Картофель, пюре и курица, да, шуба, купленная в сельпу. Ну и что за то, что я говорю, 9 салатов, надо было приготовить. Хлеб нужно было заранее нарезать под пленку, картошку укутать, да, да, кашка упрела, чтобы по мельному полю, да, с кашкой. Хлеб у меня нарезной, его резать, что, с пакета достал и положил заранее. Я нарезной купил заранее. Спасибо. Вот какие люди, действительно, видите, какие разные люди смотрят. И не говорите, что какой ты, такие и мы. Я нормальный человек. И вот, ты умница, какой господь приемный, все с душой и любовью, не наиграно, а именно с огромным желанием. Так и было. Не каждая женщина проявит сколько стараний. Подготовился на 5 с плюсом. Приятно смотреть. Наедине с душой написала женщина. Такой комментарий приятный. Вот она тоже смотрела одно и то самое видео с вами говнючками. Понимаете? Только вы говнючки с говном внутри и такое написали. А женщина хорошая внутри. Вот она такое написала. Не собранный. Гости пришли, а ничего не готово. С 11 до часу куча времени. Два часа. Я за два часа разделал курицу, очистил, ошмалил и приготовил. За два часа. Потом еще пюре, и все. И побежал в магазин и залез в душ. Сколько лет прошло, манеры все те же. Колды Беннетт, как для тракторной бригады, картофельное пюре и курица с подливкой. Высокая кухня. Некрасиво. Гости пришли, а стол не накрыт. Что должен быть накрыт стол? Сколько я прихожу к Леше в гости? Даже на день рождения. Леша несет то, несет то, приготовит там картошку, пирог и все. Нету 50 блюд. Не стоит стол, ничего не дымится. Так это дни рождения или еще чего-то. Мы все вместе положим, поставим на стол. Чего это нормально? Прийти, пообщаться, что-то посмотреть, рассмотреть в квартире минут 20-30, а потом сесть за стол. Как что должно быть, сразу на столе стоять. С приветом. А получилось наоборот, не накрыл стол, пришли гости, а уже гости, а стол не накрыться. Он еще бегал полдня, чтобы это сделать. И что? Это же не столовка быстрого питания. Можно подумать, друзья, пришли только пожрать по-быстрому. Стол накрывают, общаются, очень приятно. Да, вы куда-то торопитесь. Он вас не забыл, а спросить, что написать, а вы уже своим длинным носом тут, как тут. Так вот и я тебе отвечу. Я тебя не забыл спросить, как мне стол накрывать. Вот тебе не нравится, когда тебе в комментариях рот заткнули, Машка-Ромашка? Не нравится, да? Когда тебе ответили. Вы уже, вот и ты тут, как тут. Вот, правильно. Так и вас, с вашим длинным носом, Самвел не спрашивал. Ирина Греция тебе ответила. Вот, понимаешь? На каждое ваше говно найдутся те, кто ответит, понимаете? На ваше говно, понимаете? Пишут они, грамотейки. Гости с голоду мрут, пока дождутся, уже по рюмашке махнули, курицу кладут на картошку на блюде с подливой на общую тарелку. Курицу кладут, что за бред? Пюре сверху на картошку. Сверху на пюре ложить курицу. Какой-то бред. Отдельно. Кто-то хочет... Не знаю. Игорек, как впервые появился, мы... Ты сказал тогда, Севки, что если мы с Лешей узнаем, что ты с ним спишь, то покалечим. Севка тогда принялся оправдываться, что да вы что, нет ничего такого. И вот теперь севка с хряком уже в открытую спит. Когда будешь калечить севку? Я говорю, долго придумала. Главное, Игорек помнит. Отстань от него. Ты ему не равня по интеллекту. Силой прицепился до него. А ему неудобно тебя еще раз послать. Твой уровень, Артем дебил. Написал имена. Дурочка. Игорь покалечит. Если я буду спать, сколько? Слышали вы наши светские беседы, когда выключается камера. Люстра ванны и цыганчина. Да нет, цыганчина это плафон говняный, дешевая ванна. Это цыганчина. Это красивое, шикарное люстр. Так противно, когда селюк купил картины, старинную посуду и думает, что он уже дворянского рода, недоросль. А я пишу, я так не думаю. Это ты, мразь, за меня додумываешься. Я всегда говорю, что мама свинарка, отец строитель. Хотя мало у меня наполовину свинарка, она еще органом работала и в магазине. Какие люди бессовестные. Разве я когда-то сказал, что я какой-то... Я всегда говорю, что я обычно... Мне просто нравится так жить, вот это созерцать, наблюдать вот эту красоту вокруг. Мне нравится, я для себя сделал. Да, может, Ника Сафронов там поинтереснее, подороже мебели, картины, естественно, и что? А у вас и того нет, что у меня и тех картин. Так что теперь? Я буду с вас смеяться, что у вас нет картин каких-то. Или с меня вы должны смеяться. Я никогда никогда не говорил, что я какой-то дворянского рода. То Игорь ходит, да капается и корень рода. Мне не надо, зачем он им срабляет. Гости с голоду помрут, да? Боже, помрут. Так что не задумывайте за меня, недоросли. СМЛ-ТВ пришли добрые, порядочные и очень красивые душой друзья. Почаще встречаются в уютной обстановке с такими друзьями и рады нас такими видят. Спасибо. Гривневый миллионер, гривневый, все считают бабки. А может, долларовые уже. Если собрать все заработанное за Ютубом за сегодня, то уже долларовые, не переживайте. Гривневый миллионер встречает гостей пюрехой. А что миллионеры не люди, люди отвечают. Но сколь они морские деликатесы дят, а скромным друзьям с театра картошку. А я люблю картошку с курицей. Ты много порядочных этих дурочек. При гостях ну дурак дураком становится. Чего? Некомфортно ему ни в своей тарелке. Хочет по-аристократски провести бал, а кровушка то Дмитровская бурлит. Боже, психоаналитики вылезли. Просто давно так не встречаюсь волнуются человек. Честно говоря, я даже и не волновался. Просто я немножко может стуечусь, хочу угодить, хочу то, все быстренько. Вот правильно. Ну чему вы оскорбляете? Человек волнуется, хочет угодить. Значит, дорогие ему эти люди. При мужиках из него вылазит сущность кокетливой барышни, весь в ужимках и закатывание глазок. Ах и ох, вот что значит женщина в теле мужчины злая шутка о природных айвух. Боже, боже. Особенно перед Лешей Игоря вы кокетничали. Заигрываюсь с ним. Ой, меня сейчас тошнить начнет с комментария восхищения Алеши попрошайкой и вынужденным гостем Игоря. Вот и такое мнение, видите? Пришли, а стол не накрыть. Не люблю так. Господи, голодающие, боже мой, когда же вы нажрётесь. Сам вонючая, кинза вонючая нравится. Ну, это вообще бред. Да. Сарядок, покажи им свои яйца. Что сказать, ребята? Добавить к вашим красноречивым комментарием нечего. Кто чем наполнен, я уже десять лет вам это повторяю, на одном и том же видео, и хорошие комментарии, и плохие. Почему? Вопрос. Ответ, что наполнено, тот человек и видит через призму своего внутреннего содержания. Вот если внутреннее содержание гнилое, то гнилое вылазит. Ваши комментарии, ваше зеркало. Смотрите в него чаще. Гнилое